МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становится все больше, и в их числе много студентов. И на этой неделе они принимают участие в акции «Стань донором, спаси жизнь». А сегодня у нас интервью с Анастасией Бутовой, специалистом по организационной работе, профкома студентов Алтайского государственного технического университета и, в общем-то, непочетного, но донора. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, как давно ты являешься донором, и что заставило впервые сдать кровь? Впервые я стала донором на подобные акции. Как это ни странно, я тогда еще училась. Я была студенткой. Это была осень 2017 года. Я пришла в мобильный комплекс переливания крови. Я тогда уже была активисткой в университете. И это был мой первый раз, когда я сдала кровь. То есть ты пришла за компанию со своими одногруппниками? Ну, я просто всегда знала об этой акции, я даже работала на ней как-то так. То есть студенты политеха, я считаю, самые информированные в этом плане ребята, потому что освещение нам проще сделать в своем университете. Многие ребята работали на акции, очень многие являются постоянными посетителями. Они уже знают все противопоказания, они знают, что нужно брать с собой в день донации, и они как-то более морально подготовлены, что ли. Ну вот на этой неделе та самая акция проходит, да, она называется «Стань донором, спаси жизнь», инициаторами ее проведения стали именно студенты политеха. Да. А опять же, по какой причине, что случилось на тот момент, что вот ее необходимо было провести? Это была инициатива студентов нашего университета в 2011 году. Скорее всего, это была такая идея помочь людям организовать волонтерскую какую-то добровольческую акцию, и почему-то вот выбор пал именно на донорство. Я думаю, что он не случайно пал, потому что периодами случается нехватка донорской крови, а студенты – это те люди, которые с активной жизненной позицией, у которых есть желание, время и возможность помогать людям. Ну и студенты нашего университета в 2011 году связались с нашим Алтайским крововым центром крови, договорились насчет акции, и впервые она была проведена возле нашего главного корпуса, к нам приехал мобильный центр, и больше никаких студентов не принимали, а уже спустя время, наверное, года через два после того, как это случилось, акция приобрела статус межвузовской. К нам присоединились другие университеты, учебные заведения, и не только вузы, но еще и колледжи. На данный момент порядка 19 учебных заведений ежегодно принимают участие. Ну как тогда отреагировали в центре крови на вашу акцию? Они обрадовались, что появляются все свежие-свежие доноры, или сказали, да и так у нас всего хватает? Они радуются с каждым годом, мне кажется. Нам сегодня в трейлере, сегодня у женщины-трансфузиолога, ну главного врача в трейлере, скажем так, был день рождения. Мы это предусмотрели, принесли ей конфеты, открытку, поздравили, поблагодарили за многолетнее сотрудничество. Она была очень тронута и сказала, что мы с каждым годом становимся все лучше и профессиональнее. Сегодня один пункт мобильный работает в городе, или их уже несколько? Насколько я знаю, в нашем городе и в нашем Алтайском краевом центре только один мобильный комплекс. В филиалах таких комплексов, насколько я знаю, нет. Вот, он такой один уникальный. Ну и вот по каким адресам? Он выезжает, то есть по надобности в какие-то районы и к нам на акцию в том числе. То есть акция проходит на протяжении недели, правильно я понимаю? Пяти рабочих дней. Пяти рабочих дней. Мы начинаем в понедельник, заканчиваем в пятницу. Каждый день расписан под конкретный вуз, чтобы контролировать количество и поток доноров. Но мобильный комплекс стоит у политеха? Нет, он стоит на Сахарова. А, стоит на Сахарова, да. Напротив дворца зрелища спорта он стоит всю неделю, то есть он оттуда не уезжает. Просто врачи готовят все на следующий день и уезжают в центр. На следующий день они приезжают, приезжаем мы на автобусе с волонтерами и в этот момент уже очень много людей скапливается и стоит, ждут нас. Ну а акцию проводят, если не ошибаюсь, уже в восьмой раз? Да, восьмой. С 2018 года мы начали проводить ее дважды в учебном году. То есть весной и осенью. Это произошло благодаря уже какой-то отлаженности и механизма организации. Мы поднатаскались, мы поняли, как это работает и готовы и вписываем в свой план работы. То есть это весна и осень. И думаю, в таком темпе и будем продолжать. Ну, наверняка уже за эти годы есть какая-то определенная статистика, сколько участников было у акции. Сколько литров крови собрали? Ну, есть. Я вам сейчас скажу. У нас за 7 лет около 3800 студентов приняло участие и это порядка 1700 литров крови. Как обычно положено донору булочка, сладкий чай и денежная компенсация? Насколько мне известно, в центре крови именно такая процедура. Здесь что? По поводу булочки. И еще и 2 дня отгула. Сейчас финансирование урезается просто с каждым годом. И поэтому сейчас только сок положен донору. Но мы со стороны своей, как организаторы, мы закупили несколько коробок круассанов. Поэтому мы наших доноров откармливаем, чтобы им не стало плохо, не дай бог, чтобы они себя хорошо чувствовали. Поэтому перед тем, как они пройдут в операционную сдавать кровь, человеку каждому мы даем сок, даем круассан. Он кушает и проходит сдавать кровь. А медконтроль перед этим? Да, конечно. Я могу рассказать вообще, как с момента его прихода на акцию это происходит. Ну, давайте, рассказывайте, раз уж акция продолжается, а вдруг кто-то захочет присоединиться, с какого времени можно приходить? Лучше приходить с утра, потому что все-таки мобильный центр, он ограничен каждый день по количеству. Ну и мы проводим до 12. Если мы будем принимать неограниченное количество людей, мы вообще оттуда не уедем. Поэтому каждый день это порядка 100 человек. С 8 утра? С 8 утра. С 8.30. К 8 подъезжаем мы, они могут занимать очередь в это время. С 8.30 человек подходит к автобусу, к волонтеру, получает анкету. Он заполняет ее на основании своих паспортных данных. Там есть вопросы по его самочувствию, медицинским показаниям. Как только он ее заполнил, в порядке живой очереди он проходит в трейлер. Все анкеты пронумерованы. И чтобы не было хаотичного движения, мы вызываем доноров по очереди. Он заходит, оставляет все свои вещи, берет с собой только паспорт, студенческий билет. Проходит к врачу-трансфузиологу. Ему меряют давление, взвешивают. Если человек вызывает подозрение, что он не весит больше 50 килограмм. После этого он проходит в лабораторию, сдает кровь на анализ с пальцем. Если у него все показатели в норме, тогда мы отправляем его кушать. Сок, булочка. Заходит, сдает кровь. Сама донация длится около 7 минут. 450 миллилитров. Потом он возвращается, мы перевязываем ему руку. И он проходит к врачу, который выдает ему справку выходного дня. Ее можно использовать в день донации. И один день в течение года у него есть для того, чтобы взять себе выходной. Компенсация на питание составляет 5% от прожиточного минимума. На данный момент это 480 рублей. Так. Так. Так же... Только ли студенты, Настя, извини, перебью, только ли студенты могут участвовать в этой акции? Или, например, кто-то мимо идет, видит, что вот... Ну, как я уже сказала, что ограниченное количество доноров мы можем принять в день. Нам говорят, сколько, мы контролируем этот поток. И если подходят горожане, то мы говорим, что у нас студенческая акция. Ну, в общем, нет. Да? Да, но только если нам разрешат врачи. Если у них есть возможность принять горожан, то мы принимаем их тоже. Работники. Вчера мы приняли 2 человека. Ну, понятно, что вы не контролируете и потом не прослеживаете, какому человеку помогли, кому пошла ваша кровь. Это, понимаете, это момент, что это врачебная тайна, да? Они нам не могут сказать. Все же какое-то дают информацию. Только по возможному количеству. Вот так. Но вот сейчас я не могу сказать данных. Ну, и финальный вопрос. Ты почему-то по традиции сдаешь кровь в пятницу, когда? Последний день акции. В чем причина? Я решила, что я буду таким образом закрывать ее для себя. Гештальт. Ставить красивую финальную точку. Да. А когда следующая акция? Следующая акция, ну, получается, что осенью? Примерно в октябре. 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 Продолжение следует...